Молодая енотовидная собака двое суток пролежала на рельсах без видимых признаков жизни, прежде чем ее подобрали люди. Зверь потерял лапу и много крови, но не сдается. У меня такое впечатление, что у него либо черепно-мозговая, либо еще с позвоночником проблема. Крайней степени тяжести. Мы боремся за жизнь круглосуточно, но шансов немного у нее. Главный ветеринарный врач реабилитационного центра смотрит на ситуацию реалистично. Из десяти лис, которые поступили в Велес почти одновременно с лесной собакой, удалось спасти лишь трех. Травмы, несовместимые с жизнью, звери получили в результате ДТП. В конце осени происходит расселение молодняка. Лисички и енотовидные собаки отправляются на освоение новых территорий и попадают под колеса машин. Даже если кого-то удается спасти, вернуть этих животных в природу практически невозможно. Ой, не знаю. Ну, все ломаны. Все ломаны. Да, у нас один пашка, целый невредимый, ну, это, который вот кожа отошла. Но он настолько к людям привык, я думаю, что, скорее всего, он у нас останется, потому что, ну, он сзади ходит просто, руки лижут, ему здесь нравится. В Раполовском реабилитационном центре проживают 17 лисиц и примерно полтора десятка енотовидных собак. Все это, с точки зрения ученых-охотоведов, малоценные, а то и вовсе вредные для фауны северо-запада виды. Особенно, если речь идет об интродуцированных, то есть завезенных из приморья енотовидках. Этих зверей не ждут в лесу, но где-то же они должны жить. И впервые в Ленинградской области задумались о создании особых лесных поселений для зверей, оказавшихся в сложной ситуации. Сейчас мы занимаемся с правительством Ленинградской области, они всячески помогают. Мы вносим в лесной кодекс по реабилитационным центрам возможность огораживать, потому что в лесу еще проблема что-то огородить. Законодательство очень сложно. На участке площади около 10 гектаров будут жить лисы и енотовидные собаки. Если кто-то из них захочет вернуться в лес, удерживать насильно никого не будут. Только вряд ли кто-то захочет. Эта влюбчивая ворона, кстати, абсолютно здоровая, ни дня не может прожить без человека. И ей отвечают взаимностью. Юлия Васильева, Дмитрий Долгов и Марк Полухинских, Вести Петербург, из Ленинградской области.